То есть, если остановился на всяких следствиях из ЦПТ и так далее, про большие уклонения я ничего не рассказывал, таких слов еще не было. Правильно? Да, давайте я расскажу про большие уклонения, и потом мы перейдем к новой главе даже. Что это за штука такая? Давайте вспомним, как выглядел закон больших чисел. Кого там в форме Хинчена, кажется, да? Значит, у нас были какие-то независимые, пусть будет одинаково распределенная случайная величина. Ну, у них там какое-то мазожидание было. У всех. Конечные, ну что там, эска, это сумма. Тогда утверждалась, это не чисто видеоформулировка, но что-то очень похожее. утверждалось, что вероятность того, что Sn делить на n больше, чем r стремится к нулю, где r нечто большее мазожидание. То есть, если мы смотрим на отклонение среднего от мазожидания, в центральной предельной теореме там, что смотрится, среднее отклоняется от мазожидания примерно на корень из дисперсии. Вот если такого размера отклонения оно дает что-то весомое с точки зрения вероятности, то отклонение более существенное, что здесь у нас отклонение порядка, если говорить про Sn, то оно n на константу. А когда мы говорим про корень из дисперсии, то оно корень из n на константу. То есть, в центральной предельной теореме отклонение порядка корня из n на что-то, здесь порядка n на что-то. Так вот, вот это вот, как раз такие штуки называются большими отклонениями. И часто возникает вопрос, хочется оценить как-нибудь хорошо вот это вот отклонение. Ну, мы, в принципе, знаем. Исходя из, собственно, как доказывалось, это за бычье было не раз Чебышева, которая нам говорила, что вот такая вот штука, что там Sn делить на n минус a больше эпсилон, оно все равно, что Sn на n минус a в квадрате больше, чем эпсилон квадрат, но можно равно писать. А это у нас дисперсия делить на эпсилон квадрат. Что там? Что-то такое у нас получалось. Я, может быть, не буквально воспроизвел строчки, которые там были, когда мы это все доказывали, но что-то примерно такое. Вот. Сейчас мы в некоторых случаях попробуем улучшить оценки. Сейчас здесь, что получается здесь? r это a плюс эпсилон. По факту, да. В некоторых случаях хотим написать что-нибудь получше, чем получается то, что здесь. Хотим, чтобы... Ну и давайте опишем ситуацию, когда сработает то, что сейчас у нас будет. Давайте скажем, что случайная величина. удовлетворяет условию Крамера. Если... Если для некоторого положительного лямбда такое вот мотожидание конечное. Довольно суровое условие, потому что так-то обычно конечен там первый момент какой-нибудь, еще чего-нибудь. Второй момент квадрат, а тут экспонент. Экспонент все-таки при больших значениях растет очень быстро. Другое дело, что если у нас КСИ, скажем, ограничена случайная величина, то не жалко. Экспонент написали, ну и ладно. То есть, в общем, много ситуаций, когда это условие выполнено. Для любой случайной величины, принимающей конечное число значений, это выполнено. Еще что-нибудь? Продолжение следует... Ну и давайте в случае, если у нас такая вот хорошая случайная величина, попробуем оценить большие уклонения. Штука называется, ну иногда чаще называется неравенство Чернова, но на самом деле это не какое-то конкретное неравенство, которое получается, а некоторая общая идеология, как эти неравенства штамповать. Давайте называть ее оценка Чернова. Мы хотим оценить сверху вероятность такого вот события, что с н делит на н больше либо равно р, ну где р у нас больше, чем от ожидания. случайная величина у нас должны быть независимо одинаково распределенные. зеленые удовлетворяющие условия Крамера. Ну давайте писать неравенство. Что тут? Множим на знаменатель. nr и я еще дорисую лямбду. Какое-то положительное число. лямбду положительное, поэтому неравенство сохраняется. А дальше давайте вот в этом месте напишем неравенство Маркова. что получится? Получится сверху от ожидания. А, нет, нет, еще рано Маркова. Еще ешки от этого возьмем. Поторопился. Вероятность того, что е в степени лямбдсн больше либо равно е в степени лямбда нр. И вот здесь уже пишем Маркова. Тогда что будет числителем от ожидания? В знаменателе просто вот такая штука. Ну, что такое е в степени сумма? Это произведение ешек. Поэтому у нас числителем написано от ожидания от произведения е в степени лямбда ксикатая. Ксишки независимые. Значит, е в степени кси лямбда кси тоже независимые. Поэтому здесь написано от ожидания произведения независимых случайных величин. Это вот отличие, потому что в оценках... Если мы просто сразу писали неравенство Маркова без потенцирования, то независимость бы нигде не использовалась бы. От ожидания суммы, суммы от ожидания без всякой независимости. А вот здесь независимость уже по делу. Поэтому здесь мы получаем произведение от ожиданий вот таких делить на е в степени лямбда нр. Ну и поскольку у нас случайные величины одинаково распределены, то у нас написано просто от ожидания в этой степени. Дальше хочется что-нибудь понять про то, что написано в скобочках. Потому что хочется как-то с этой штукой дальше иметь дело. Ну давайте просто обозначим а вообще проще это записать вот так вот, что это у нас экспонента от n числителя логарифма от ожидания минус кто там лямбда r. Вот так. Этот вот логарифм давайте обозначим через psi от лямбда что мы про него хорошего можем сказать. А, ну во-первых, мы знаем, что в нуле там от ожидания единицы написано, то бишь единица логарифм его ноль. Значит, мы точно знаем такую штуку. Что мы еще хорошего знаем? Мы еще понимаем, что будет такое производное, наверное. Если мы дифференцируем по лямбде, давайте пока просто дифференцируем по лямбде, что получится? производная логарифма это такая штука вышла в знаменатель и нам нужно еще продифференцировать числитель по лямбде, не числитель, а вот эту штуку по лямбде продифференцировать. это у нас будет тогда мат ожидания кси1 е в степени лямбда кси1. это все при условии, что у нас все получилось сходящимся, только тогда это работает. Дальше, если мы подставляем лямбда равная нулю, то мы просто получаем от ожидания. То есть наша функция, которая там написана, это в нуле-ноль, а производная у нее в нуле-этом от ожидания. А дальше давайте делать следующее. У нас написано экспонента от n на какую-то функцию от лямбда. Давайте просто ее инфем напишем по всем допустимым лямбда. Там же как, если у нас подходит какая-то конкретная лямбда, все меньшее тоже подходит, потому что если у нас такой такая штука была конечна, уменьшаем лямбда, точнее, не так, если у нас какие-то два лямбда есть, то все между ними зажгодятся, потому что можем для положительных значений оценить больше лямбды и для отрицательных меньшее, и все получится. Поэтому можем получить такое вот неравенство, что что-нибудь обозначим, и вот r это будет инфимум, сейчас, я знак поменял, значит, это не инфимум, супремум. Супремум по положительным лямбда, вот лямбда это r минус все лямбда. Эта штука называется функция уклонения. и наше рассуждение приводит нас вот к какому неравенству, что вероятность того, что сн делить на n больше либо равно r это меньше либо равно e в степени минус n на e от r. То есть, в отличие от оценки, которая здесь, константы делить на n, здесь у нас убывание получилось экспоненциальным, что гораздо круче. Оценка на хвост получилась радикально лучше, чем если вот действовать напрямую с помощью чебушок. А дальше для каких-то конкретных случаев можно либо посчитать это e от r, либо как-то оценить его сверху. Ну, давайте пару примеров напишем и просто посчитаем что-нибудь простенькое, чтобы осознали, что происходит. Ну, и кроме того, для стандартных всяких распределений эти функции уклонения, но они посчитаны, их можно найти где-нибудь, если знать, что надо именно их искать. Спасибо. 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 Да, мы получили оценку при всех лямбда, ну при всех, которые можно подставить. Здесь на самом деле супрем тоже надо смотреть только на те, которые можно подставлять. Для которых условия Крамера работают, да. Но если тут же фокус в чем? Если у нас условия Крамера не работают, то есть у нас вот это вот ожидание, оно оказывается бесконечности равно. Но логарифм тут бесконечность, это означает, что вот в этом месте у нас выскочила бесконечность, однако минус. Оно супрем не скажется. Поэтому можно подставлять все. В крайнем случае будут получаться какие-то бесконечности, нешелка. А вообще то, что хотя бы одно значение будет положительным? То, что хотя бы одно значение будет положительным, если условие Крамера выполнено, то хотя бы одно будет положительным. Тогда у нас вот эта штука будет хоть в одной точке конечна, но и значит хоть одно конечное значение тут и есть. Ну, одно конечное, но оно же может быть отрицательным. Да нет, оно из общих соображений всегда будет что-то хорошее давать. А, ну просто... Сейчас я соображу, почему это должно быть понятно. Потому что это какая-то выпуклость. У нас вот здесь написано значение вот этой вот функции в какой-то точке, которая... То есть у нас вот и нарисован экспонента. Есть одна какая-то конкретная точка. Мы считаем с одной стороны значение интеграла от экспонента, а с другой стороны сравниваем с значением в одной конкретной точке. И эта точка, она лежит правее, чем медиана. То есть у нас средняя, ну не медиана, а чем средняя. Вот. И из каких соображений должно быть понятно, что этот самый интеграл точно будет в правильную сторону направлен. И, конечно, сейчас я осознаю... Если мы берем... r строго больше a. a-м от ожидания. a-м от ожидания. a-м от ожидания. a-м от ожидания. Да, a-м от ожидания. А интегрируем-то мы по обычному распределению e-шку. То есть вот эта вот штука — это что? Это интеграл от экспонента e в степени лямбда t по распределению. И вот эта вот точка — это как раз та самая точка, где середина. Вот здесь одна вторая от распределения и здесь одна вторая от распределения. Я пытаюсь объяснить, что если выполнено условие крамера, то все-таки получается что-то разумное. То есть что вот эта дробь оказывается меньше единиц. Так вот сходу пытаюсь осознать, почему так должно получаться. Почему-то так сходу это не очевидно. Не, что-то так вот в одну строчку не получилось. Ну ладно, тогда давайте какие-нибудь примеры. Посмотрим. Пример номер один. Ксишки имеют стандартное нормальное распределение. Давайте смотреть, что тогда там функция уклонения. Пси от лямбды тогда это вот такая штука. То есть это единица на корень из 2π интеграла по всей прямой. Да, еще натуральный логарифм. Давайте пока вот так логарифм прикрутим потом. Здесь е в степени лямбда t на плотность. Плотность е в степени минус t квадрат пополам dt. Ну и я хочу записать вот эту штуку вот каким образом. Чтобы все было е в степени минус t минус лямбда в квадрате пополам. Тогда у меня что-то тут будет лишнее. Я пририсовал лишнее е в степени минус лямбда квадрат пополам. Значит я должен его написать здесь снова. Тогда что получается? Вот этот интеграл мы знаем удачным образом. Особенно если еще вот эту множество к нему добавить, то совсем прекрасно знаем. Просто единица будет. От того, что мы подвинули немножко то, что интегрируем, но результат не сказал. Значит на выходе получается е в степени минус лямбда квадрат пополам. А значит psi от лямбда это просто лямбда квадрат пополам. Соответственно i от r это supremum от лямбда r минус лямбда квадрат пополам по положительным лямбда. Ну это какой-то квадратный трехчлен, у него рога вниз. Значит супрам достигается в точке лямбда равна r. Ну и значит он равен r квадрат пополам. Ну отсюда оценка, что вероятность того, что sn делить на n больше либо равно r, r положительная. Ну собственно r должно быть большим от ожидания строго больше, как раз и означает что r положительная. Это будет меньше либо равно e в степени минус n r квадрат пополам. Это вот оценка Чернова, написанная для нормального распределения. Дальше давайте смотреть еще на штуку, которую тоже просто все посчитать. Давайте считать, что ксишки имеют экспоненциальное распределение с параметром 1. Тогда вот так, то есть мы должны интегрировать от 0 до плюс бесконечности e в степени лямбда t на e в степени минус t dt. Такую штуку считать. Такая штука. Это единица на лямбда минус 1 на e в степени лямбда минус 1t с установкой 0 плюс бесконечности. Кажется так. Тут автоматически получается, что лямбда должно быть меньше единиц, потому что условие крамера иначе будет не выполнено. У нас этот интеграл разойдется для лямбды больших единиц. Только для таких лямбды у нас условие крамера есть. Ну и какая тут подстановка? Подстановка в нуле – это единица. Подстановка плюс бесконечности – это ноль. На выходе получаем единицу на 1 минус лямбда. Ну и давайте смотреть, чему равна функция уклонения. КОНЕЦ КОНЕЦ Тогда ПСИ – это логарифм 1 на 1 минус лямбда. А i от r – это supremum по вот таким лямбдам. Лямбда r минус логарифм. Можно так. Ну, давайте, что ли, продифференцируем, найдем, в какой точке достигается экстремум. У нас r минус 1 на 1 минус лямбда должно равняться нулю. Такая точка производная нулится. Значит, что там 1 минус лямбда – это есть 1 r, то есть лямбда – это есть r минус 1 делить на r, что ли? Вроде так. r минус 1 делить на r. Ну и тогда в этой точке получаются значения r минус 1 вот отсюда, а 1 минус лямбда – это у нас 1 r – логарифм r. Вроде так. У меня должна быть посчитана правильная штука. Да, правильная штука такая. Вот, то есть у нас получилось, что вероятность того, что если n делить на n больше либо равно r, оценивается сверху, как e в степени минус n, r минус 1 минус логарифм r. А что нам нужно сказать про r? r должно быть больше, чем от ожидания. От ожидания в данном случае единица. r минус 2 минус лямбда – это у нас 1 минус 2 минус лямбда. Ну и действительно в этом случае мы получаем здесь что-то положительное. ну и так далее можно в принципе дальше на штамповать всякие неравенства давайте что я вам напишу упражнение докажите сами пусть у нас бернулевская есть случайная величина с параметром p тогда psi от лямбда это логарифм 1 плюс p на e в степени лямбда минус 1 что меньше либо равно p на e в степени лямбда минус 1 первое осознаете что так и второе осознаете что если секаты разные бернулевские случайные величины то тоже примерно то же самое рассуждение срабатывает нужно просто провернуть это рассуждение какая а какое получается давайте через мю обозначим сумму этих пешек предлагается доказать что для любого дельта большего нуля вероятность того что sn отклонилась вот так оценивается сверху как e в степени минус дельта квадрат мю делить на дельта плюс 2 тут точно не посчитается функция уклонения но приближенному но можно ее ценить просто иногда неравенством чернова называют как раз вот это вот неравенство из упражнения но правильнее называть просто всю идеологию что вот если действовать вот так то получится вот это говорят оценка чернова вам обязательно встретиться где-то в программистских курсах не знаю где но нерегулярно говорят что да 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 обязательно пригодится так на этом глава закончилась и глава последняя которую мы назовем давайте дискретный случайный процесс начну я из далека я расскажу совсем на пальцах что такое условное мы дожди не на пальцах пожалуй я не успею рассказать хотя нам это не я заготовил то чтобы рассказать не совсем на пальцах определение у меня есть какая-то случайная величина есть а какое-то случайное событие давайте определим условным от ожидания случайной величины относительно события будет следующая вещь да от события я хочу чтобы оно случалось не нулевой вероятностью как во всех там условных вероятностях хочется положить на была вероятность тогда по определению следующее мы берем от ожидания вот кси умножить на индикатор и делим на вероятность события такая вот штука называется условным от ожиданиям относительно случайного события давайте такое замечание к этому определению что если независимые события то условным от ожидания все равно что обычным от ожиданиям имеется ввиду что это вот при всех при всех c у нас будет такая независимость а ну почему это должно быть оно должно быть понятно потому что если вот такое событие и такое событие независимые то тогда вот эти вот случайные величины это независимые случайные величины просто по определению независимых случайных величин у вот этой штуки какие ли беговое множество это пусто а или все омега соответственно события вот такое и пусто или события вот такое и омега они всегда независимы а такое и а напит прописано в условиях поэтому просто по определению независимых случайных величин эти штуки независимы а если так то тогда от ожидания произведения независимых случайных величин произведением от ожиданий но что такое от ожидания индикатор потому что не индикатор это просто вероятность того что вероятность события соответствующих ну и все по это сократилось так что если независимости есть то условное от ожидания совпало с обычным а вот если независимости нет ну что-то новенькое получилось давайте какие-то примитивные свойства еще отметим что у нас точно есть точно есть линейность ну потому что просто формуле в числителе штука линейная по кси что у нас тоже то есть заведомо есть если есть вот такое неравенство то условное вот ожидание тоже между ними будет неравенство ну тоже смотришь на формулу и видно что если есть неравенство между случайными величинами то между случайными величинами умноженными на один тот же индикатор тоже есть неравенство в ту же самую сторону ну еще можно отметить что модуль условного мото ожидания заведомо венчили в район условного мото ожидания от модуля это просто следствие предыдущей строчки раз неравенство сохраняются при взятии условного мото ожидания ну значит и от модуля будет меньше либо равно значит это совсем такая простенькая ситуация с тем что такое условное мото ожидания относительно события давайте немножко усложним жизнь и вместо события будем рассматривать разбиение вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, пусть у нас омега разбито, объединение каких-то, извините, объединение каких-то событий. Можно считать, что их счетное число тоже не жалко, поэтому давайте-ка я замну вот эти вот индексы. Делаем мы тогда следующее. Вот это разбиение, соответственно. Условная мат ожидания кси относительно разбиения встроена так. Так, это сумма условная мат ожидания относительно события умножится на индикатор события по всем событиям изразбиения. Ну или что то же самое, если мы это дело раскроем, то здесь будет сумма. Вот так делить на вот так. На индикатор. Да, давайте считать, что в разбиении все события с положительными вероятностями, иначе наша схема сломается. То есть здесь уже у нас получилась какая-то случайная величина, вообще говоря. То есть условная мат ожидания — это вовсе не число, а случайная величина. И отметим такое вот свойство, очевидное совершенно, что мат ожидания от условного мат ожидания относительно разбиения — это просто мат ожидания. Давайте посмотрим на формулу. Что будет, если вот к этой формуле прикрутить мат ожидания? Значит, все равно, что вот если здесь прикрутить мат ожидания, это ожидание линейно. Поэтому надо прикрутить его вот сюда, в каждом слагаемом. А если мы прикручиваем слагаемое вот сюда, то все равно, что мы сокращаем просто вероятность в знаменателе. И получаем тогда вот такую штуку, но она по линейности схлопывается в кси. А формализация для конечного количества слагаемых я все вообще строго рассказал совсем. Ну, давайте чуть подробнее, что получается. Вот эта штука — это что такое? Это мат ожидания от суммы вот таких вот штук. Мат ожидания линейно, поэтому можем запихать внутрь. Если слагаемых конечно, то вообще никаких вопросов не возникает. Если бесконечно нужно какие-то договорки делать. Тогда вот так. Но вот это с этим сокращается. А дальше снова по линейности. Мы получаем от ожидания от суммы вот таких штук. Ну и пользуемся тем, что разбиение. Ну, значит, а какие оговорки нужно сделать в случае, если… Да, какая-то константа была. Значит, какие оговорки нужно делать в случае, если бесконечная сумма? Значит, если кси не отрицательна, то тогда мы всегда можем запихивать, и переставлять местами суммирования с мат ожиданием. Это нам говорит, что там терм b по леве нам говорит об этом. Что интеграл с неотрицательной суммой ряда мы всегда можем переставлять. Поэтому в случае неотрицательности нам все неважно, конечное или бесконечное количество слагаемых. Ну, а в случае, если у нас разные знаки бывают, надо, как положено, разбить с плюсиком и с минусиком, и сказать, что в случае, если исходная штука была суммируемая, то бишь, существовало мат ожидание от модуля вот этой штуки, тогда мы можем разбить на x плюсиком и с минусиком, потом вычесть. Стандартное заклинание. Говорит нам, что для бесконечного количества слагаемых тоже можно делать. А что у нас здесь очень величина, потому что у нас похожи? Есть пластинские разведения? А, нет, нет, у нас же вот эти вот штуки, какие-то индикаторы стоят, а это случайные величины. Здесь написана линейная комбинация каких-то случайных величин. Пусть таких примитивненьких, но все равно. Это же какие-то функции в итоге. У нас какие-то ступенчатые функции написаны. Ну, раз функции, то это случайные величины. Значит, какая польза с этой конструкцией? Польза вот какая, что если у нас есть случайная величина с дискретным множеством значений, то мы можем определить условное матожидание одной случайной величины относительно другой. Дискретно. Дискретно. Со значениями какими-то там. Y1, Y2 и так далее. Все значения с положительными вероятностями. Тогда множество, набор множества таких вот, а катое события, соответственно, а катое — это вот такая штука. Она нам дает разбиение амега. Тогда условное матожидание кси относительно этой — это будет просто условное матожидание относительно вот такого вот разбиения. Случайная величина порождает какое-то разбиение. И вот относительно этого разбиения мы можем написать условное матожидание. Слушаем. 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 Амега. Амега. Ну давайте тут что-нибудь отметим тривиальные свойства. Ну это в принципе не очень важно. Вообще говоря, мы конечно выкинули события, которые случаются с нулевой вероятностью, они там могут быть какие-то, и тогда вы правы с точностью до почти, наверное, совпадения. А вовсе не точно стираемся. Но можем думать, что таких событий нет. Так, получается, что мат ожидания от условного мат ожидания вот такого, это все равно что исходное. Ну это просто я взял предыдущее свойство и написал его в нашем случае. А второе наблюдение, что мат ожидания КСИ относительно КСИ, это будет что? Это будет КСИ. Давайте это осознаем. Ну первое мы уже осознали, второе давайте осознаем. Значит, КСИ у нас… Ашки у нас какие? Ашки – это вот такие события. Тогда мы смотрим на вот это вот условное мат ожидания, то есть это сумма чего мат ожидания КСИ на вот такую штуку, на вероятность вот такой штуки и на вот такую. Теперь давайте смотреть, а что такое вот эта вот штука? Аката – это событие, означающее, что КСИ принимает значение уката. Мы умножаем на КСИ. Все равно, что умножать на уката. Потому что при вот таком вот условии Аката у нас получается, что КСИ, что уката – это одно и то же. Поэтому вот эта вот штука, которая у нас тут написана, все равно, что мат ожидания КСИ на индикатор Акатова. Линейно все, значит, можем уката вытащить наружу, получается уката на вероятность Акатова. Вероятность Акатова сократилась, и у нас получается сумма уката на индикатор Акатова. Так это и есть по определению КСИ-шка. Ну давайте я теперь расскажу, какая из этого всего польза. И если чуть времени останется, то в двух словах расскажу, как все выглядит совсем в общем виде. Пока должно быть ощущение, что это какие-то частности чего-то более общего. Не могу, не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Давайте посчитаем от ожидания с помощью свежих знаний геометрического распределения с параметром p. Продолжение следует... Выделим в качестве этой первое подбрасывание. Напомню, геометрическое распределение — это номер первого успеха в схеме Bernoulli. И пусть это случайная величина, которая — результат первого подбрасывания. Едничка, если успех, нолик, если неудача. Давайте считать мат ожидания кси как мат ожидания от условного мат ожидания. Так, ну как считается мат ожидания от чего-то. Это, соответственно, у нас в принципе это принимает два значения. То есть у нас мат ожидания от кси при условии, что это равно нулю на вероятность того, что это равно нулю, плюс мат ожидания от кси при условии, что это равно единице на вероятность того, что это равно единице. Через наше определение... Это я расписал через самое-самое первое определение. Сохранилось ли оно где-то еще вот здесь. Да, условное мат ожидания на вероятность знаменателя плюс... То есть на самом деле формула просто полная вероятность написана. Так, ну вот эти коэффициентики мы знаем. Это есть 1 минус p, это есть p. Дальше. Что такое вот это мат ожидания? Что тут вообще произошло? У нас есть схема Bernoulli. Первое подбрасывание — неудача. Нас интересует мат ожидания... А, проще вот сюда смотреть, да, вот это сначала понять. У нас есть схема Bernoulli. Первое подбрасывание — успех. Нас интересует мат ожидания того... Мат ожидания — количество подбрасываний до достижения первого успеха. Успех случился на первом шаге. Значит, это просто единица. Здесь что произошло? Здесь у нас схема Bernoulli. Первое подбрасывание — неудача. Нас интересует мат ожидания до первого успеха. Значит, это мат ожидания плюс единичка... Поскольку первый раз случился неудача, у нас одна попытка мимо пошла. А дальше просто начинается стандартная схема уже... Поэтому здесь написано 1 плюс мат ожидания. Отсюда... Ну, ровно таком же, как мы трактовали условные вероятности, что у нас уже случилось такое-то событие, и мы живем в рамках пространства, которое получается, когда случилось это событие. То есть мы сужаем все в это пространство. Здесь то же самое. То есть мы можем трактовать вот такое условное мат ожидания относительно события как следующую вещь. У нас уже случилось это событие, и мы живем в рамках вероятностного пространства со случившимся вот таким событием. И тогда получается вот так. Соответственно, вот так и вот так. Тогда получается формула, что мат ожидания кси — это есть 1 плюс мат ожидания кси на 1 минус p плюс p. Вот это с вот этим сократилось, вот эта пшка вот с этой пшкой сократилась. Итого получилось, что p на мат ожидания кси — это есть единица. Вот сюда находим ответ, он даже правильный. Как видно, это гораздо проще, чем просуммировать ряд. А можно еще раз пространство начать, когда мы взяли вот мат ожидания и вот его расписали? Ну как устроена мат ожидания? У нас есть какая-то случайная величина, которая с какими-то вероятностями принимает какие-то значения. С какой вероятностью? У него два значения — вот такое и вот такое. Это первое подбрасывание, у него два значения — 0 и 1. Значит, в случае, если значение 0, то значение вот это вот 0 с такой вероятностью, единица с такой вероятностью. Здесь реально написана формула полной вероятности, только чуть-чуть других обозначений. Давайте я к этому добавлю упражнения. Пусть xi n — это количество испытаний. Схеме обернули. До достижения n последовательных успехов. Значит, задача — найти мат ожидания. Но поскольку это сложно, то к этому указанию надо считать такую штуку. Значит, вот эта штука — это все равно, что вот эта штука. Вот эта штука позволяет выразить вот такое через предыдущее. Предлагается все это дело осознать. Мы сейчас решили задачу для n равновиднички. Не правда ли? То есть это был частный случай в упражнении более общей конструкции. Так, ну давайте еще какие-нибудь примеры обсудим. Собственно, ничего кроме примеров я больше, видимо, сегодня и не расскажу. Ну, может, несколько слов про общую картину. Так. 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 Вот у меня есть n, а также много ксишек, независимые случайные величины. n принимает натуральные значения. Ксишки одинаково распределены. Ну и скажем, а это натуральные значения. Ну а s пусть будет сумма ксишек в количестве n штук. То есть мы берем случайное количество случайных величин и смотрим на их сумму. Ну давайте найдем от ожидания. Как искать? Через условные от ожидания. Так, как считается внешним от ожидания? Мы должны брать конкретные значения вот этой штуки и умножать на вероятности, с которыми они возникают. То есть вот такое умножить на вероятность того, что n равно n. И это все дело нам надо теперь просуммировать по всем. Можно считать, что там… А, ну, n с нуля плохо соединится. Вот такая штука получается. Так, смотрим на теперь вот эту штуку, что это такое. Значит, здесь у нас случилось событие вот такое. И мы живем в рамках того, что такое событие уже произошло. Тогда чем мы интересуемся? Мы интересуемся просто от ожидания. Таким. Ну а что такое от ожидания? Это просто n. Значит, если мы теперь подставим, то получится сумма n на a на p равно n. И что такое эта сумма? А нам от ожидания n. Вопрос. В каком месте мы пользовались независимостью n от ксишек? . … . … Потому что формально, что написано здесь? Здесь написано мат ожидания S на индикатор вот такой, делить на вероятность вот такую. И мы здесь хотим, а здесь у меня написано просто мат ожидания кого? Мат ожидания S на. Вот почему это одно и то же. Здесь мы пользуемся тем, что мат ожидания произведения, на самом деле, это произведение мат ожиданий, потому что S и этот индикатор, они независимы в силу независимости случайных величин. Поэтому здесь написано так. В этом месте мы можем писать вместо S, SN, нам неважно. И тогда, пользуясь независимостью, получаем вот так. Ну и вот эти уже сократились, все прекрасно. То есть вот в этом вот месте, переходе в числителе, нужна независимость. Так, посчитали. Давайте к этому добавим упражнение. Н, ну, нам нужна независимость. Реально, в этом месте больше никакая независимость не используется. Н не зависит от всех ксишек. Независимость ксишек между собой, и вот в этом равенство, конечно, не нужна. Но дальше давайте я еще скажу, что давайте вы посчитаете дисперсию. И вот тут нужна будет независимость ксишек между собой. Давайте для полноты картины еще производящую функцию найдем. Ровно в той же ситуации. Она нам дальше пригодится. В тех же условиях еще раз. Так, так нам нужны будут, конечно, производящие функции исходных. Пусть g от t – это производящая функция для ксишек, а f от t – производящая функция для n. То есть они все дискретные, все выдают исключительно неотрицательные целые значения. Так, что такое g от t – это мат ожидания от t в степени s. Ну и то же самое делаем. Говорим, что мат ожидания можно считать через условное. И вот это добро расписываем. Ожидание t в степени s при условии, что n равно n на вероятность того, что n равно n. Так, здесь что? Вот эта штуковина ровно так же, как раньше превращается вот в такую. Уже для n маленького. Все независимо, значит, здесь написано мат ожидания от произведения t в степени ксикатах k от 1 до n. От ожидания произведения и произведением от ожиданий. Здесь написано произведение от ожиданий вот таких. У нас одинаковое распределение, поэтому вот эти штуки… Это просто произведение произведения функций, значит, множители все произведения функций. Здесь написано просто g от t в степени n. Согласны? Ну, тогда мы можем продолжить выписывать наше равенство. У нас написано g от t в степени n на вероятность того, что n равно n. Что тогда здесь написано? Кто понимает? Что? f от g от t. Потому что давайте писать вместо вот этого штуковины z в степени n, и мы получим тогда на выходе просто f от z по определению f. А дальше вернем вместо z g от t, и получится нужная формула. То есть, если мы пишем сумму случайного количества случайных величин, то в произведающие функции нужно писать композицию этих произведающих функций. Такой вот полезный факт образовался. Что? Какой-то вопрос? Сейчас. У нас измечение произведающих функций в точке — это какое-то ожидание. просто это подставить. Ну а как определялась произведающая функция? g от t — это сумма t в n на вероятность того, что x равно n. Ну это все равно, что мы просто подставляем значение, считаем от ожидания вот такое. Потому что как оно считается? Мы берем значение, которое принимает xi, n скажем, умножаем на вероятность, с которой значение принимается. Вот такое. И суммируем. Поэтому можно думать, что произведающая функция — это просто такое отмытожидание. У нас получается xi теперь тоже дискретно? Да-да-да. Здесь, естественно, xi тоже дискретно и с исключительно неотрясательными целыми значениями, потому что иначе мы такое не напишем. Ну, строго говоря, можно думать, что целые значения, тогда у нас будет композиция двух рядов лорана. Не жалко. Там нужно будет немножко думать про сходимость как-то, но в целом почему бы не написать? Это даже иногда полезно бывает, когда не только натуральные значения, а целые получаются. Тогда вот у вас произведающая функция превращается из ряда Taylor в ряд лорана. И тоже какие-то выводы можно делать. В принципе, вполне себе теория работает. Там некоторые ограничения появляются дополнительные. Чаще нужно будет задумываться о том, что да как. Но в принципе можно и с рядами лорана тоже иметь дело. Ну и давайте я теперь как совсем кратко расскажу, а как же выглядит совсем общая ситуация с точки зрения вот этих условных мотожиданий. У меня основная цель была дискретная. Соответственно, я вот дискретный случай рассказал вам подробно. Он вот так вот устроен. И дальше в всяких там дискретных случайных процессах как раз вот это вот просто будет применяться. Чуть ли не в следующей иллюстрации, которая ближайшая, вот это там тоже будет применяться. То есть все эти штуки в дискретных случайных процессах, они очень-очень нужны. А если же все не дискретно, то конечно все сильно усложняется. И общая картинка там такая. Общий взгляд на условные мотожидания. Так. Так. Продолжение следует... Общее определение устроено так. У нас есть f, b-вероятностное пространство, и есть a, это σ-алгебра, живущая в f, некая меньшего размера σ-алгебра. И мы определяем условное мат ожидания относительно вот этой меньшей σ-алгебры. Устроено оно так. Во-первых, это случайная величина. Обладающая двумя свойствами. Во-первых, она измерима относительно этой самой меньшей σ-алгебры. Во-вторых, для любого множества из этой σ-алгебры... Давайте эту случайную величину как-нибудь обзовем. Это скажем, а то слишком длинно писать. Для любого элемента из этой σ-алгебры мы хотим, чтобы выполняли следующее свойство. Мат ожидания σ на индикатор равно мат ожиданию эт на индикатор. Совершенно непонятно, с чего бы такая штука вообще существовала. Но условия противоположно направлены. Чем больше А, тем больше измеримых относительно нее случайных величин. С другой стороны, вот это условие становится жестче. Потому что гораздо больше индикаторов, которые сюда можно подставлять. Например, если А у нас совсем примитивно и состоит из пустого множества и всей ω, тогда что такое измеримое относительно А, случайная величина? Если у нас такое вот тривиальное... Ну, неважно, какое значение. Константа это просто. Если у нас такая тривиальная σ-алгебра, состоящая из двух множеств, то у нас должна получиться константа. А какое условие здесь получается, на эту константу? Сюда мы можем подставлять пусто, но для пустого равенства всегда, верно? А если мы поставим все ω, то все равно, что мы ничего не подставим. Значит, у нас должна получиться такая константа, которая равна матожиданию. То есть условное матожидание относительно такой вот тривиальной σ-алгебры — это просто обычное матожидание получается. Потому что вот это пара условий как раз... Первое условие нам гарантирует, что должна на выходе получиться константа. А второе условие говорит нам, что константа должна оказаться равна матожиданию. Потому что измеримые относительно вот такого σ-алгебры функции — это только функции, которые принимают постоянные значения. Если у нее значение не константа, то любегово множество какое-то будет нетривиальное, хоть одно. Измеримое означает, что любеговое множество измеримое. Если у нас функция не константа, то у нее есть какое-то нетривиальное любеговое множество. Значение меньше либо равно c. Хоть для какого-то c будет нетривиально. Если у вас у функции есть хотя бы два значения, вы берете c между ними и уже получается, что значение функции меньше равно c — это не пустое множество и не все пространство. Давайте еще посмотрим на эту же штуку с точки зрения нашего определения, когда мы говорили про разбиение. Что такое разбиение? А если мы посмотрим на разбиение, то разбиение можно породить сигма-алгебру. Как устроена будет сигма-алгебра, порожденное разбиением? Нужно будет взять просто всевозможные, не более чем счетные объединения множества из разбиения. Тогда операция пересечения не выведет за пределы. Любое количество пересечений не выведет за пределы этой конструкции. То есть сигма-алгебра натянутая на разбиение — это просто не более чем счетное множество элементов из разбиения. Для того чтобы у нас получилось выполнение вот этого равенства для всех элементов такой натянутой сигма-алгебры, достаточно, чтобы было выполнение на каждом элементе разбиения, потому что дальше по линейности продолжится. То есть нам нужна случайная величина, у которой вот такое равенство есть на элементах разбиения, во-первых, а во-вторых, она должна быть измерима относительно нашего разбиения. Что означает, что она измерима относительно нашего разбиения? Вот сигма-алгебра натянуты на разбиение. Она должна быть постоянно на каждом элементе разбиения, То есть, если она на каком-то элементе разбиения непостоянна, давайте возьмем два значения, больше и меньше, и возьмем любеговое множество, которое разделяет эти два значения. Тогда мы получим что-то уже плохое. Функция должна, значит, случайная величина должна оказаться постоянно на каждом элементе разбиения. То есть, случайная величина должна иметь вид обязательно вот такой вот, цикатая на индикатор окатного. Дальше нас интересует конкретное значение цикатова. Ну а теперь, если мы смотрим на вот такое мотожидание, что мы получаем? Мы получаем просто мотожидание от цикатова на окатой. Все остальное занулилось все равно. Ну а это есть цикатая на вероятность окатова. А с другой стороны, мы должны получить, что вот эта штука, это вот такая штука. Ну, значит, мы знаем цикаты, они определяются ровно так, как у нас было в определении. Цикатые должны быть вот такими штуками делить на вероятность окатова. На самом деле, понятие условного мотожидания, оно такое встречающееся в реальной жизни. Все измерительные вещи, которые делаются приборами, они не выдают вам, особенно зависящие от времени, они вам не дают значения мгновенного в конкретный момент времени, он дает какое-то усреднение. Если вы смотрите на спидометр, вы видите какую-то локально среднюю скорость, а вовсе не скорость вот в данное конкретное мгновение. То есть реально вы видите некоторое условное мотожидание относительно какой-то довольно жиденькой сигма-алгебры. Так что, нет, это все встречается в реальности. А что касается этой конструкции, там можно проверить, что она единственная с точностью до почти на верное, а существование – это просто теорема Радона Никодима, если повозиться, то это окажется она. И я когда-то ее выписывал ровно для этой цели, чтобы потом объяснить, что она тут всплывает. Еще комментарий такой, правильное отношение к этому самому условному мотожиданию может быть таким, что если мы говорим про хорошую случайную величину, которая, скажем, имеет второй момент, то это просто L2 на омеге по вероятности. Еще и надо правильно писать, измеримый там относительно f. С другой стороны, кто такие случайные величины, которые условны мотожидание? Это вот такие вот штуки. Они измеримы относительно a. Это под множество. На самом деле под пространство в силу линейности. Условное мотожидание – это просто проекция вот этого на вот это, ортогональное. Вот мы еще к фурье привязались. Все взаимосвязано, оказывается.